Парламентский комитет одобрил ратификацию Римского статута, когда голосование в Раде. Комитет по внешней политике Верховной Рады одобрил проект закона президента Владимира Зеленского о ратификации Римского статута Международного криминального суда. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Телеграм. По его данным, голосование в Раде состоится уже в ближайшее время на пленарном заседании. Депутат добавил, что поскольку это ратификация, то предполагается только одно голосование и требуется 226 голосов. Верховная Рада планирует собраться для пленарного заседания на этой неделе. Римский статут. Напомним, в августе президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде ратифицировать римский статут. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра заявила, что членство Украины в Международном криминальном суде требуется по нескольким причинам. В частности, участие Украины в МКС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, совершаемые военными РФ. Мудрая отметила, что МКС выдал шесть ордеров на арест российских преступников, в том числе Владимира Путина, но участие Украины в работе суда позволит открыть новые дела. Мудрая напомнила, что согласно соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана ратифицировать римский статут, также это одно из условий вступления страны в блок. Как отметила чиновница, полное участие Украины в МКС позволит упростить доступ украинцев в специальный целевой фонд МКС для пострадавших в результате преступлений россиян. Также это повысит шансы пострадавших от российских преступлений украинцев получить компенсации. Мудрая подчеркнула, что ратификация римского статута не означает, что появится риск привлечения к ответственности украинских военных. Украина ратифицирует римский статут с заявлением по статье 124 римского статута, согласно которому МКС не будет иметь юрисдикции, по статье 8 «Военные преступления» в отношении граждан Украины в течение семи лет после ратификации, пояснила она. Цель и задачи римского статута Римский статут – это международный договор, учреждающий Международный криминальный суд МКС. Он был принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу 1 июля 2002 года, когда был ратифицирован необходимым количеством государств. Основной целью римского статута является создание постоянного Международного суда для рассмотрения и привлечения к ответственности лиц, виновных в наиболее серьезных преступлениях, относящихся к международному сообществу в целом. Римский статут описывает структуру и функционирование МКС. В частности, МКС имеет юрисдикцию над такими преступлениями. Геноцид. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Преступления против человечности. Масштабные или систематические атаки на гражданское население, включающие убийства, изнасилования, пытки, преследования по политическим, расовым или религиозным признакам и т.д. Военные преступления. Серьезные нарушения Женевских конвенций, такие как убийство военнопленных, жестокое обращение с гражданскими, незаконное использование оружия и т.д. Преступления агрессии. Планирование, подготовка, инициирование или осуществление акта агрессии, представляющие собой серьезное нарушение устава ООН.